НИСЬЯ СЕННАИ ВАВИСВАЦИ КАДАРУДДВАВИСВАТИ КИТАНИЯТО ВАЛЬЯДА ХАРЕННАМАИ ВАКЕВАЛЯМ Гаудья Густи Патти Си Сила Бокти Си Дханта Сарасвати Госвами так Прабхупат сказал, что мы не будем долго жить в этом материальном мире. Мы находимся здесь всего лишь какое-то короткое время, буквально два дня. И перед тем, как оставить это материальное тело, мы должны решить, что мы хотим и то, что мы не хотим. Мы должны определиться насчет этого. И вот Гаудья Густи Патти, Си Сила Бокти Си Дханта Сарасвати Госвами так Прабхупат сказал, что мы не будем жить в этом материальном мире долгое время. Всего лишь на несколько дней мы здесь. И перед тем, как оставить это тело, мы должны определиться, что мы хотим. И перед тем, как оставить этот материальный мир, мы должны определиться, что нам нужно, а что не нужно. И на самом деле суть в том, в нитишастрах говорится, и вот в нитишастрах говорится, что те, кто хотят обрести какое-то знание, агьяну, материальное знание, имеется в виду то, и деньги, те, кто хотят заработать деньги. И вот те. И также, когда мы собираемся учиться, получить образование, заработать денег. И мы должны думать, то есть мы не должны думать, что мы вскоре умрем, поскольку, если мы будем знать, что вскоре умрем, то никакого вдохновения к учебе или к зарабатыванию денег не будет. И вот поэтому в нитишастрах говорится, что... Что... И вот, когда мы собираемся следовать Дарме, особенно Бхагава Дарме, то в этом случае мы должны думать, что мы можем умереть в любой момент. И вот мы должны думать, что мы в любой момент можем оставить этот мир. И тогда и только тогда вы получите вдохновение следовать Дарме, особенно Бхагава Дарме. Иначе мы не сможем получить вдохновение. И поэтому мы должны помнить, что когда Парикшит Махарадж, Он сидел перед Шукадевы Гасвами, И вот Парикшит, который повелевал всем миром, он слушал Харикатху, чтобы получить решение для своей жизни, от своего года во Шукадевы Гасвами. И перед тем, как начать Харикатху, Шукадевы Гасвами предупредил его о царе. Ты должен думать снова и снова о том, что ты вскоре умрёшь. Думай, не забывай, что жить тебе осталось недолго. И если такое чувство его нет у нас, то мы не сможем развить достаточно искренности, чтобы придать значение моим словам, которые изменят всю твою жизнь. И поэтому я говорю тебе, о царе, думай снова и снова о том, что ты вскоре умрёшь. И вот не забывай о том, что ты вскоре умрёшь. Но смотрите, когда Шукадевы Гасвами, Он рассказал весь Боготам, то тогда Шукадевы Гасвами сказал Ему, о царе, никогда не думай о том, что ты должен умереть. Почему? Поскольку после того, как Он услышал Бхагаваткатху, то тогда вы обретёте бессмертие. То есть тот, кто услышал Бхагаваткатху по-настоящему, они обретают амрит бессмертие. И тогда вы почувствуете, что вы больше никогда не умрёте, поскольку душа она вечна и бессмертна. И никак невозможно уничтожить душу. Я постепенно буду говорить об этом. И вот Гудев сначала сказал Ему, что Он должен думать о том, что Он вскоре умрёт. Но когда Бхагаваткатха закончилась, то тот же Гудев, Шукадев Гасвами, Он сказал такие слова, «То мысль, что ты умрёшь – это умонастроение животного, и ты должен оставить её». Что только животные могут так думать. И вот почему я сказал это вступление перед тем, как начать Бхагаватгиту, какова причина за этим? И вот причина в том, что здесь И все Панча Пандава, они находятся там, все группы, чтобы… И вот они находятся на поле боя Курчатры, и там их противники стоят также, и чтобы они все готовы начать битву. И почему Арджуна просит Кришну поместить Его колесницу перед ними, перед этими противобоствующими сторонами? И какова причина Его просьбы? И также Кришна служит этим водителем на колеснице Кришны и исполняет Его указания. Почему так? Поскольку Арджуна хотел посмотреть на всё, на всех воинов со стороны. И вот поэтому он между ними решил проехать и посмотреть, особенно на Ковравов. И почему я начал с этой шлокой? Поскольку можно вспомнить, что Дурьотхан хотел захватить всю страну. И хотя Дурьотхан знал о том, что ничего хорошего он не сделает, у него было знание. Он знал, что он делает неправильно. И почему Дурьотхан хотел захватить всю страну? И поэтому я начал вот к этой шлоки. Поскольку он хотел, если мы хотим получить материальное наслаждение, если мы хотим обрести много денег, большое богатство, какое-то материальное образование, то в этом случае вы не будете помнить, что вы можете умереть в любой момент. Поскольку если вы будете думать о том, что вы в любой момент можете оставить тело, то что толку тратить время на обретение невещанных вещей? И вот я эту шлоку сказал, чтобы представить концепцию Арджуны и Дурьотхана. Дурьотхан, он не вайшнав, мы знаем уже об этом, но Арджуна и Панча Пандавы они вайшнавы. Почему они вайшнавы? Поскольку они приняли прибежище в лотосных столбщик Кришны, вайшнавов и Бхагавана, и поэтому они вайшнавы. И Дурьотхан никогда не думал об этом, кто такие вайшнавы, кто такой Кришна и прочие. И поэтому я был вынужден показать настроение Дурьотхана и Арджуны. И вот Арджуна чувствовал, то есть Арджуна, он пришел в замешательство какое-то. И можно вспомнить, что когда ютистер Махарадж, он, после того как битва кончилась на Куркшатаре и когда ютистер Махарадж, он сидя на троне и повелевая всем царством, тогда случилась нечто. Я хочу рассказать об этом. И когда ютистер Махарадж уже повелевал всемиром по милости Кришны, то однажды ютистер Махарадж сидел на своем троне, и два человека пришли к нему за каким-то решением своих проблем. Какова причина? Один был очень беден, он занимался земледелием. А второй был богат, он был землевладельцем. И вот сейчас они оба пришли к ютистер Махарадж за решением какого-то спора. Ютистер Махарадж спросил, зачем они пришли, и они начали говорить. И вот этот землевладелец начал говорить, что он дал какой-то кусок земли этому человеку, и чтобы он не выращивал, просто чтобы какую-то часть отдал за аренду, и все. И больше ему ничего не нужно было. И сейчас, когда этот человек начал пахать землю, то он нашел в земле горшок с золотыми монетами и пришел ко мне. И отдал мне все эти золотые монеты, говоря, то, что на твоей земле нашел, поэтому клад этот тебе отдаю. Но этот землевладелец, он сказал, что нет, ты сам все забирай, у меня права нет это забирать. Мы насчет урожая только договаривались, а насчет клада уговора не было, поэтому забирай все. И вот они пришли к Ютистер Махарадж спросить, чтобы он рассудил их. И Ютистер Махарадж сказал, хорошо, вы спорите, что могу посоветовать. В общем, монету мне отдайте. То есть он предложил монету ему отдать, а самим дальше спорить. И вот они отдали ему монеты и ушли. И вот через долгое время они пришли к Ютистер Махарадж опять, что этот землевладелец передумал, он говорит, что ему я землю дал только для выращивания чего-либо, а то, что он нашел, это мне должно принадлежать. А этот фермер тоже наоборот передумал, что как бы если нашел, то его должно быть. И вот Ютистер Махарадж смотрит, сейчас они наоборот спорят. И Ютистер Махарадж подумал, что несомненно Кали, она прогрессирует. И вот Ютистер Махарадж был уверен, что Кали уже пришло или приходит в его царство. Иначе почему они начали спорить? Поскольку какое-то время назад наоборот пришли с правильным настроением, а сейчас спорят друг с другом на ту же тему. И вот смотрите, это причина, почему я вынужден привести такой пример, поскольку Кали уже пришло. И поэтому, поскольку Кали пришло, оно влияние какое-то с собой принесло. И вот Кришна, когда Кришна был на этой земле, то Кали не могло влиять на людей. Но оно уже все равно было. Но особого влияния не было. Когда Кришна ушел, то тогда Кали сильнее начало влиять. И начались такие споры. То есть люди начали противоположную точку зрения оставить. И вот Юджи Шир Махарадж, Арджуна и Кришна, они стояли на поле боя. И Санджа и Ванна. И Санджа и Ванна. Вот Махарадж эту шлоку объяснил раньше. И вот следующее. И вот обе стороны Арджуна смотрел. Его родственники стояли, деды, братья и друзья. Все находились там. И перечисление родственников идет. И вот они все стоят перед нами, чтобы сражаться с нами. И в этом случае Арджуна, он с симпатией смотрел на них. И здесь Санджай говорит, И увидев всех их, кто все они, чтобы сражаться с нами. И вот Арджуне стало стыдно, что ему придется сражаться со всеми своими родственниками. И он начал говорить Кришне. Думаете ли вы, что это милость со стороны Арджуна, то, что он выражает симпатию в сторону своих родственников? Но нет, сейчас не время для этого. И так или иначе. Арджуна думал, что если он будет сражаться со своими родственниками и друзьями, то я могу их убить. Ну как я их убью? Разве это возможно для меня? Мое сердце недостаточно сильно. У меня есть симпатия к ним. И вот Арджуна так сомневался. И вот здесь Арджуна говорит, Кришне, о Кришне. И вот смотрю, они все мои друзья, родственники. И видя их, мое тело, оно буквально высохло. У меня нет. Я чувствую, что теряю силу. И вот смотрите, я теряю свою силу. Я потерял вдохновение. И что же делать? И после этого Арджуна говорит, Арджуна говорит, Мое тело трясется. И волосы на моем теле стали дыбом. И мои руки... И лук выпадает из моих рук. И что же делать? Почему? Почему? Поскольку Арджуна развел... Вот он замешкался из-за того, что его родственники оказались противоборствующей стороной. И вот перед боем, И перед боем Арджуна выражал сомнения. И вот ум он... Он нестабилен. Я не могу сконцентрировать его. Я не могу стоять перед ними. И вот я везу какие-то дурные приметы. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Неверитани, Чапасвами, Пикаритани, Кейшава. Я чувствую просто опозит. Что делать? И вот Арджуна замешкался. Он передумал сражаться и приводит аргументы. Один за одним. Я не вижу ничего хорошего. Если я сейчас убью всех друзей и родственников, я не думаю, что это будет что-то хорошее. О, Кришна, я не хочу сражаться с ними. Я не хочу победы. Я не хочу наслаждаться этим царством. Я хочу оставить все. И вот Арджуна хочет показать, что он очень набожен. Что он за дхарму. И такие свидетельства приводит. И та причина, ради которой мы победим. И вот когда мы победим, то мы захотим наслаждаться всем этим царством, всем богатством. Но если все эти родственники, с которыми мы наслаждались этим, раньше все помрут, то что толку? И вот можно вспомнить, я уже рассказывал, одну историю. И вот однажды Наполеона Бонапарте отправили в ссылку в какое-то место отдаленное. И вот там. И вот я говорил, что если кому-то дать очень много богатства, и в то же самое время отправить в какое-то уединенное место, то человек не будет рад такому богатству, если нет никого, никаких друзей, родственников и вообще никого, только необитаемый остров. И вот суть в том, если нет души, нет никаких живых существ и то, что толку от такого богатства, если нет никого, с кем можно было наслаждаться им. Мы хотим наслаждаться богатством и прочим в каком-то обществе, вместе со своими друзьями, родственниками и прочим. Если у нас есть много богатства и мы окажемся на необитаемом острове, то мы не будем видеть никакой пользы от этого. И вот когда я говорил о славе Бхагаватам, то когда Парикшир Махараджу было дано царство Индрапрасхе, это в Хастинапуре, в Дели, где сейчас, и вот Ютишир Махараджу дал свое царство ему и ушление. Но здесь Кришны, внук Ваджранабха, ему дали царство Матхуры, но Ваджранабха, он плакал, что толку вы мне сделали царем здесь, но здесь один лес, одни обезьяны, что я буду с ним делать? Я не хочу там жить, и вот с тех пор… Другому отдали… А, точнее, ему это же его царство отправили много брахманов и прочих прислуг. И вот их всех отправили в Матхуру с обещанием, что царь им щедро оплатит. И вот брахманы со всеми остальными этими присоси святой пришли в Матхуру. Да, не знаю. В Матхуру с нежели, с Деленой парампарат, они они позвонили в Матхуру, ониantageли, оранжевые они работали в Матхуру. Они longing разъемы, где-то, Originally, they were sent by Jangma Jai here to enrich the inner field, because nobody was there, thousands or lakhs of people sent there to some special facility. Then, actually, Bajranavu was satisfied. Before that, Bajranavu was trying with whom? You make me kill here. Nobody here. That is the reason. Follow it. So, something here, I am just speaking. We have some relation with them in this big fighting. What do they say, automatically, if they are going to die, then what is the reason? For what sake? We are going to enjoy. If we have no relationship with them, they are going to die. What use? This is the argument by Arjuna. I am speaking. I am speaking. I am speaking. I am speaking. They caught... I am speaking. 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 I was working. I am speaking. I was speaking. They are all standing at the front of their resolution and theirých Parents off Tallinnas, Они стояли на поле боя. 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 и вот шесть и вот эти все люди которые могут это сделать зовутся врагами и шастрах говорится если мы убьем их то проблем никаких нет в этом и вот и хотя мы знаем что дурьотхан его сердце он очень жаден он не может принять решение поскольку он обуздан гневом и ничего хорошего не может сделать он слеп дурьотхан он слеп он не может принять решение и почему мы должны страдать от его решение может он слеп и не может принять достойного решения может коли моя не овладели им и жадностью могут напасть на нас но мы мудры зачем мы знаем что такое хорошо и что такое плохо зачем же нам сражаться с ними и вот они не могут видеть и не могут принять правильное решение поскольку они слепы и если мы перебьем друг друга то наша династия закончится что-то от этого то есть и 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 вот бахтинот такого говорит дурьотхан и его его группа они слепы они не могут видеть то что случится после того как эта борьба закончится но мы не слепы мы можем решить решить и по крайней мере мы можем сделать так чтобы не было этой битвы и а Тогда бороться, потому что я буду убивать всех моих друзей, все личные личности, как васярии, 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 васярии. О, я не могу. Поэтому почему мы не будем остановить? Почему мы не можем остановить бороться? Эту битву, если они не могут остановиться, то мы можем остановиться. И вот такой аргумент Арджуна приводит. И Арджуна следующий аргумент приводит. Это очень важно. Бишан Ачакарвати паатбалада в виде бушан, Шидас Гасвами паатбахтина, все великие Ачарья, Раманоджи Ачарья, Мадва Ачарья. Мы должны следовать этому, иначе вы неправильно поймете меня. Я так много аргументов приводил насчет Варна Шамдармы, и здесь я свидетельство приведу. И вот Арджуна говорит, Если вся династия будет уничтожена, вся семья будет уничтожена, то что дальше они не смогут дальше следовать. Поскольку если их... И вот они следуют... И вот сегодня эти ритуалы узнают от своих дедов, отцов и так далее. Но если мы их всех убьем, то кто будет их вести. Санатан Дарма, Бхагавад Дарма и все ритуальные эти вещи, связанные с Санатан Дармой, они все потеряются, если их всех убить. Если дарма уничтожена, то тогда вся парампара, их семья тоже будет разрушена. И с тех пор, поскольку они не откуда будут брать наставление как жить, то Аддарма она прорастет. И вот можно вспомнить, что иногда мы спрашиваем каких-то старших отца, деда, что делать в той или иной ситуации, и они дают нам советы. А если их не будет, то кто же может дать нам наставление. И вот здесь очень важное, если там Аддарма, никто не будет следовать Дарме, может Аддарма захватить все общество, то в этом случае Кришна в нашем обществе те прекрасные женщины, они тоже могут потерять свой характер. Они могут стать оскорненными, поскольку никого не будет, кто бы смотрел за ними. И вот все женщины в нашей семье, у них есть какие-то качества, кто может, кто может заботиться о них. И вот если не будет никого, кто бы защитил их, то они могут смешаться с какими-то другими кастами, и ни к чему хорошему это не приведет. Варна-санкара, это смешение каст, называется таким термином. И вот эти бесчестные женщины не могут смешаться с другими кастами, и ни к чему хорошему не приведет это. И от такого смешения могут родиться дети из смешанных каст, это очень плохо. Если так будет случаться, то чистоту каст мы не можем обрести. И вот Бхактин вот такого, он приводит аргумент насчет этого. Я буду об этом поговорить. Кулак хае пранас санти куладхармаха санатанаха дхарме и насти кулам, Кришнам адхармах абибаути утоп. Всего, every possibility is there, there can be contamination in our race. And if there is a mix of kast, 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 Who can offer them? And if there is a mix of kast, And if there is a mix of kast, And if there is a mix of kast, So, And what is B attends like? I'm ready! And we do, кришна И, несомненно, они отправятся в ад, поскольку не будет никого, кто бы мог спасти их. «Путро» — слово на санскрите и на Бенгале. В читании Читамрити можно тоже найти упоминание. Вот это слово значит «тот, кто спасает своих отцов от ада». Это слово происходит от «путра», значит «тот, кто спасет своего отца от падения в Пу-намак». Это один из адов, так называется, поскольку он будет следовать всем ритуалам, которые описаны в Санатана Дарме, и благодаря этому отец сможет возвыситься на высшие планеты. И вот Баладов в виде бушин говорит, «Баладов Гиддавасун, also speaking here, very nicely. Very nicely, same thing, actually speaking. Гиджи на Балинина, that's accurate. И мы об통аем другимOLDни на Баладов Гиддавасун. Может быть какие-то ошибки, а дharma может быть. А дхарма может препятствия какие-то чинить? И вот так постепенно аддхарма, тьма, она может захватить все общество. И вот сейчас я аргумент хочу привести. Можно вспомнить, почему я сказал, что варна-шамдхарма, она не плохая. Варна-шамдхарма не плохая, она очень научная. Это научная процедура, данная Кришна. Кришна уже сказал. Я вне всего этого, но я все же был вынужден разделить общество на четыре варны. И ашрамы согласно их гунам, качествам и кармам, то, что они делают. И вот согласно этому я был вынужден разделить, чтобы система была очень научна. Но люди говорят, что некоторые политики не против такого разделения. Некоторые люди сравнивают это с апартидом, который в Южной Африке был, но это совсем не то. То, что говорит Кришна, это очень научно. И если мы будем следовать этому, то это будет подобно потоку гангин, которая всегда чиста. Это очень трудно. Варнашама дарма, она хороша, но если мы не будем ее применять правильно и пользоваться какими-то уловками, то это плохо будет. И если мы будем следовать Варнашама дарма, то все саньяси могут исполнять свои обязанности, им не нужно будет жить как домохозяева, как сейчас это происходит. У саньяси есть определенные критерии, которым они должны следовать. А почему? Некоторые из саньяс живут как домохозяева, они должны следовать своей системе, эти брамачари, они должны своей системе следовать, грехаски тоже своей системе соответственно и ванапраски тоже соответственно. Если мы будем следовать такой научной процедуре, то нет никаких проблем, поскольку вся Индия с незапамятных времен Риши и Муни, они следуют этой системе, это зовется Варнашама дарма, которая установлена самим Кришна и все Риши и Муни, они следовали этой системе. Я не говорю, что мы не можем совершать бхакти и нужно вернуться в свои страны, но нет. Сила Прабхупат говорит, что бхакти это естественная функция нашей души. И независимо от веры, убеждений, любой может начать Харибаджан, не значит, что кто-то живет не в Индии и не может начать Харибаджан. Нет, это не так, но он также может срушать Харибаджан, независимо от того, с какой страны он происходит. Харибаджан – это естественная функция души, я уже говорил, даже словно однажды получил Харибаджан от Расикананды Прабу. И он совершал врачного сего весь остаток своей жизни. Единственное, что я хочу сказать, вот, в голос том, что Бхакти Натакура и нашей гурварги, мы не можем ломать эту систему варнашаму, это моя просьба. Поэтому я сказал, вы получили священный шнур, браманское посвящение своего Гурдева, да. Мы получили это параматик браманат, но мы не можем идти и заниматься работой священников. Забирать обязанность браманов на себя – это оскорбительно, и забирать работу кшатриев – также оскорбительно. Но есть критерии определенные, какие-то советы, которые даются в шастрах. Например, браманы сейчас в какой-то проблеме находятся, они не могут поддерживать свою жизнь достойным образом, и поэтому Ману Махарадж в Ману Самхите, он дает совет, и если есть какая-то особая опасная ситуация, война, например, началась во всей стране. И в этом случае, говорится, браманы, по крайней мере, могут на шаг вниз опуститься кшатрием и стать, как Дроначарья, он был вынужден следовать такой системе, кшатрием стать. Хотя Дроначарья, он совсем не кшатрия, он браман. Он исполнял обязанности кшатрия, поскольку ситуация обязывала его так делать. А кшатрия в такой ситуации войны, если они не могут жить согласно наставлениям шастер, они, по крайней мере, могут стать врачами. И таким образом, если есть уровень ниже которого, они не могут опускаться. И поэтому, если мы будем изучать гиту научно, то мы найдем, что там Кришна говорит, кто такой кшатри, кто такой браман, кто такой вася, шудра. И все критерии Кришна описывает, кто такие браманы, кто такие кшатри. Но, что я хочу сказать? Смешение каст, оно не позволено. Если это как-либо случается, то Багуата мы видим, И вот Сута Госвами говорит, И вот Сута Госвами говорит, «Может, его патер был браман, а мать был Катрия, и просто опозит онулом билом». Вот термин такой есть даже «онулом билом». Если отец шатри, например, а мать браман или наоборот, и даже такие смешения каста не позволяются. Вот в бенгальской газете, например, если почитать газету, то объявление о знакомстве, если и есть, то пишут, что мы хотим выдать дочь замуж за достойного кандидата, Брамана там, кшатри или там еще кого-то. И вот смешение касты не одобряется. А тем более, если кто-то хочет жениться на человеке из другой страны, скажем, из совершенно другой касты, нравов и прочее, то в Бхагадетии говорится, что это в итоге вас в ад приведет. И вот, да, Варна Шам, она очень научная, очень прекрасная, но некоторые люди хотят какие-то уловки найти. И поэтому социальная система упала. А сейчас ситуация такая, что тяжело найти даже чистую браманскую семью, там какие-то осквернения появляются. Если, например, каких-то 500 лет назад была система, все браманы и прочие, как они следовали ей. И тогда, если в какой-то браманской семье был сын, например, с качеством кшатри, то его семью кшатри отдавали. Это научная система называлась над Варна Шраме. Например, вот в браманской семье родился какой-то сын, и он кшатрийские качества является. Если в семье кшатри в какой-то рождался сын, он браманские качества являл, то Браманом считали, соответственно. Но сейчас в Варна Шраме нет, и тем более... Да, в Варна Шраме тем более нет. Сейчас люди думают, что если семья браманов родилась, то они браманы, их дети браманы. Еще некоторые смеют утверждать, что в семье Нитянанда родились. Но это глупо просто. Я не думаю, что Нитянанда просто какой-то человек из крови и плоти утверждает, что Нитянанда Вамшин – это глупо и ненаучно. И будьте внимательны. Здесь говорится даже гибриды каких-то овощей, цветов, они тоже запрещены. То есть ничего хорошего не приводит. Махарадж тоже не любит вот тем плитам, которые идут на рынок. Махарадж дает наставление, чтобы покупали такие овощи, не гибридные в общем. Это не так. Махарадж дает наставление, что Нитяндадж дает наставление. Может, их собрали в общем. Может, из мальчиках, где они были приводятся, они пришли к нам. И они пришли к нам. Ага, это не так. Может, в общем. Так, что санкур о нъркай, иниво, кулаганам, куласача, патанти, пита, ройхи, эсам, люпто, пиндо, дакавкрияна. Можно следовать нашему, поскольку мы, если получили брахманский шн, то есть, если мы получили брахманское посвящение, то это не значит, что мы сможем забрать работу брахманов. Брахманов, нет, Бахтиман Токор говорит, это не хорошо, и поэтому я сказал, что Харидас Токор, он получил, его уважали все и везде, все брахманское общество, даже Шичитане Махапрабу, он выражал его наивысшее почтение, но все же Шичитане Махапрабу не нарушал правила и предписания, поэтому когда Махапрабу спрашивал, где Харидас, позовите его в Гамхиру, его звали, Прабу зовет тебя в Гамхиру, но Харидас говорил, что мне нет права заходить, ну ты так много чистых вошнов, а я родился в низкой семье, и в семье Яванов, и я не могу зайти, когда Махапрабу услышал об этом, он не начал давить на него, потому что ты все равно должен прийти, нет, Махапрабу, он хотел поддерживать баланс и в то же самое время пролить всю милость на Харидас Токора, Махапрабу уже... Харидас Токор никогда не хотел доказать, что он лучше, чем брахманы, но Адвайта Гасай доказал это за него во время Шрадда, по своему отцу... Вот во время Шрадда, по своему отцу... Я уже говорил, вы можете вспомнить, Адвайта Ачарья, он привел Харьда с Такурой и всю тарелку с Ашратфи, ему отдал, и все браманы начали возмущаться, что ты все неправильно делаешь, ты оскорбляешь нас, мы не будем просто отпринимать в твоем доме, мы уйдем. И они раздевывались, браманы, и ушли, но все же Адвайта Гасай, он дал эту тарелку с Ашратфи, первую тарелку Харьда с Такурой, поскольку Харьда с Такурой, он самый достойный человек, достойный, преданный. И Адвайта Гасай, он был вынужден сказать, когда Харьда с Такурой, он начал отказываться, почему ты делаешь так, все хотят оскорбить тебя, оскорбить тебя. Я из семьи Яванов, у меня нету, я не достойный принимать этот Адвайта Гасай сказал, что нет, я все делаю правильно, все согласно Бхагавадхарме. И вот Адвайта Гасай говорит, я следую правильно, делаю все, что описывается в Писаниях. Поскольку накормив тебя, это будет эквивалентно кормлению миллионов брахманов, даже больше, накормив тебя одного, это не просто равно кормлению. Миллионов брахманов, это больше. И что же говорить о брахманах? Что говорить о ващнаве? Ващнавы, они больше, чем брахманы. Ващнавы, они гораздо больше, чем брахманы, но ващнавы никогда не хотят нарушить эту систему, принятую в обществе. Люди, они невежественные, они не могут понятия этому исследовать. И поэтому Харидас такой, он, хотя родился в семье Яванов, но все равно, поскольку он преданный, он достоин был принимать просад первым. И потом эти брахманы вернулись, и Адвад Ачари их накормил. И вся система должна быть такова, и мы не должны нарушать ее. И можно вспомнить случай. И вот можно вспомнить случай с Джарод Хакуром, он с очень низкой кастой происходил. Он спутник Махапрабу. И вот однажды этот дядя Рагунадха Дасагасе, он отправился туда с коробкой манго, и поклонился ему, прославил его, и отдал коробку манго ему. Пожалуйста, предложи Кришне и прими, я принес специально для тебя, хорошо. И вот они сели и предложили, сели, обсудили какую-то философию. И после этого Джарод Хакур, он начал говорить, что я неудачлив, ты пришел ко мне домой, а я не могу накормить тебя, поскольку я из низкой касты. Как я могу это сделать? Но если ты пообещаешь, то я могу взять рис сабжи и прочее. Вот я знаю, вот тут Браман живет неподалеку. Я могу принести рис сабжи, они приготовят, и я накормлю тебя. Он сказал, мне не нужно, я только что поел, а пришел, чтобы получить даршан ваших лотосных стоп и милость вашу. Не беспокойтесь насчет обеда. Он хотел этот преданный получить учистку Джарод Хакура, но этот Джарод Хакура, он из низкой касты, и он не мог дать остатки своей пищи ему. И вот в этом случае он такой трюк сделал, он пошел, спрятался в кустах, и Джарод Хакура тогда сказал жене, иди, предложи манго Кришне. Поскольку этот ващна принес нам эти манго, и вот они предложили Кришне, и начали есть их, и когда они их съели, эти шкурки и косточки, они выкинули за забор. И этот преданный, он сидел там в кустах, и пошел, подобрал их, и начал доедать за ними, и плакать от радости, что сегодня я очень удачлив, я получил махапрасад овощного. Всегда помните, что остатки овощного, вода, амуша, их стопы, и пыли с их лотосных стоп, это три катализатора, чтобы дать, если у нас есть достаточно веры в это, то они будут катализаторами на пути нашего баджа. И у нас должна быть вера в эти три вещи, и это причина, по которой дядя Рагунатхадаса Гасая, ему выпала редкая возможность выпить воду амушу, стопы с шичитани махапарбу, никто, даже животные птицы, они не могли получить каплю воды амушу. И вот Махапарбу каждый день, Говинда омывал стопы Махапарбу, и Махапарбу заходил в храм, но он никому не давал, Махапарбу был очень строг, но в тот день, он три раза, по милости Махапарбу, он три раза выпил эту воду амушу его стопы. И это позволит тебе, поскольку у тебя не стопроцентная вера в остатки пищи ваишнавов, и поэтому ты смог обрести эту милость. Но ты трех раз достаточно, я знаю твое сердце. И смотрите, насколько удачлив был дядя Рагунатхадас Гасая. И таким образом, смотрите, настроение Махапарбу, Махапарбу никогда не хотел нарушать систему в этом обществе, и в то же самое время Махапарбу выражал им полное почтение. Я уже сказал, когда Махапарбу достиг Варанаси в дом Чандрашакара Ачарьи, он жил там и принимал просад в доме Тапан Мишра. Почему? Поскольку Махапарбу никогда не хотел нарушать систему, Махапарбу мог запросто там принять просад, поскольку в Джаганатх Мандире, как Джаганатх, а точнее Джаганатх может принимать подношение от всех, даже от людей с низких каст, даже если человек занимается сожжением мертвецов, в крематуре работает, то есть он примет омовение, то может Джаганатху поднести, и это особая милость Джаганатха, что сейчас он на Радхе, на колеснице, и милость Джаганатху, она открыта для всех, и будучи на колеснице, все могут служить Джаганатху и предлагать все, что они хотят, и нет никаких ограничений. И вот Джаганатх изначально явился в форме Ниламадовы, и вот как Ниламадов, он принимал служение от того преданного Джаганатху, Джаганатху, он всемогущий, он должен принимать служение от всех, но все же Раманадзе чарья, Мадва чарья, Небарка чарья, все наши ващновские общества, они никогда не хотели нарушать систему принятой обществу, и в то же самое время они полное почтение ващновым оказывают. И вот во время Раманада самвата, когда спросил вопрос о том, кто может быть гуру, и ответ был тот, кто знает Кришна Татву, он может быть гуру, то есть не обязательно Брахман, он должен быть гуру, хотя в ведах говорится, что Брахманы не гуру всех, но должны быть также брахманские качества, а не просто священный шнур. Брахмана как минимум 12 вот этих качеств должно быть, но что говорить о 12 качествах, у некоторых Брахманов вообще никаких нет качеств, они пьют алкоголь, едят мясо и утверждают, что они какие-то там чатарджи или мишраджи или еще какие-то брахманские фамилии, но это совсем не Брахманы, это подседуша, но если какой-то человек с низкой акастой совершает Кришна Бхаджан, то он больше, чем Брахман, поскольку в Шастрах говорится, что Бог Солнце, Он всемогущ, Огонь всемогущ, и Брахманы, они могущественны, и мы не должны пытаться спорить с ними и сражаться с ними, но все же, Вашнава, они больше, чем все это вместе взятое. И вот, Б group Солнце, оно очень могущественно и Огонь очень могущественен и Брахманы также могущественны, мы не должны спорить с ними и Солнце, они больше, чем все это, вот в этой шлоке говорится. Они более могущественны, чем Брахманы, огонь и солнце. И Бхагаватам в 7 части, можете вспомнить, я часто говорю об этом, я часто говорю об этом. Свапач, те, кто раньше ели собак, готовили собак, если они стали преданными, если они поклоняются Кришне, то они больше, чем Брахманы. Как в случае с Гухат Чандалом, в Рамане описывается его случай. Рамачандра, он обнял этого Гухат Чандала. Он из семьи Чандалов происходил. Но все же Рамачандра благословил его в Рамане, описываясь этот случай. И хотя Рамачандра не может ели собак, но сейчас они полностью погружены в Кришна Бхаджан и Бхакти, и нет права у нас говорить что-то против Джагай Мадхая, либо какого-то Вашнава, который раньше был в низкой касте. Если он сейчас совершает Кришна Бхаджан всем сердцем, то у нас нет права ничего говорить против него. Бханди, значит, огонь, сурья, сон солнца. Если мы будем совершать Бхаджан, то тогда, если мы будем следовать всему, то мы обретем энергию, силу и Вашнава, это поэтому больше чем у Брахмана. У Брахмана максимум может быть 12 благих качеств, но у Вашнавов больше. У Вашнавов бесчисленные качества, поскольку говорится, что преданный Кришне, Он обретает все качества Кришны, все качества Кришны могут явиться в сердце Вашнава, что говорить больше, то есть бесконечные качества Кришны. И вот все общество, оно находится в невежестве, Кришна никогда не хочет нарушать систему эту. Система для обычных людей должна быть, которая должна следовать этим правилам и предписаниям. И поэтому вот Салбек, например, он мусульманином был, ему нельзя было в храм Джаганатха заходить. Он плакал, он умирал без Дашина Джаганатха, но Салбек перед Джаганатхом говорит, «О, Господь, Твое имя Джаганатха, почему? Я же не вне этого мира, ты Джаганатх, ты повелитель этого мира, а я не снаружи материального мира, почему я не могу обрести Твой Даршан?» Тогда Джаганатх был вынужден дать ему Даршан в форме платить Павана. И вот смотрите, у Джаганатха нет никакого пристрастия Джаганатху, то есть если он вышел, чтобы дать Даршан в форме платить Павана с Салбеку, но… Но все же систему общественную не нарушили. И вот был один Мунимахан какой-то, он хотел оскорбить Вашнава, он не знал, что он чистый Вашнав, он говорил, что человек с какой-то низкокастой пришел в воду с Гадавари набрать, и он думал, что Браман в этот Пуджаре Ранганатха, и вот он выгнал этого человека, чтобы он там ничего не осквернял. А он спал и не слышал, а он взял камень, кинул его, чтобы он проснулся и ушел отсюда. И после этого, когда он набирал воду из Гадавари, дошел до храма, то он увидел, что дверь храма закрыта Ранганатхам. Кто закрыл? Все Пуджари думали, что случилось, и… Это двери сами закрылись, а Господь сказал, что я не буду принимать поклонение от этого Брамана до тех пор, пока он мне попросит прощения и не возьмет пыль со стопы того предного, которого он оскорбил. И на своей шее не пронесет этого преданного восемь раз вокруг храма Ранганатха. Посмотрите, какие качества у него. Верховный Господь, он любит всех. Бонду Маханта. Такой же случай был с Джаганатхом. Сам Джаганатх, он принес, организовал просад на золотой тарелке. Царь предлагал это особое подношение на Раджбок. И вот какое-то особое подношение на золотой тарелке. И вот куда-то это пропало, Апанды начали искать, куда тарелка золотая, все чашки пропали. И после этого Джаганатх взял эту тарелку и пошел к банду Маханти и принес ему этот Махапрасат. И вот он принял просад и тарелки сложил там в кучу, не знал, что это золотые. И вот все начали искать, куда эти тарелки, кто украл. И вот этого предного нашли, арестовали его, начали его подозревать в воровстве и в тюрьму посадили на всякий случай. Он говорил, что я это не воровал, ничего не знал, кто-то принес, как ты украл. Мы не верим тебе, ни разу не было такой тарелки, кто-то украл. И вот сидел он в тюрьме, и Джаганатх очень разгневался и пришел во сне этому царю, чтобы этого предного освободили и не наказывали, чтобы пошли, прощения попросили. И Джаганат сказал, что он не вор, я сам ему отнес просад золотых тарелках, он великий преданный, а не вор. И вот я вынужден говорить так, чтобы мы поняли значение. Дай Варнашрама, вы можете спорить со мной, чтобы какие-то эти... Джаганатх, он либерален, его сердце открыто, он хочет, он всегда хочет благословить нас. Но Джаганат хочет также поддерживать баланс в социальной системе. Если эта социальная система Варнашрама нарушена, то ничего хорошего в этом не будет. И вот смотрите... И вот таким образом перед Кришной Арджуна приводит такие аргументы, и в следующий день я их более подробно расскажу. Дай Варнашрама нарушена. Дай Варнашрама нарушена. Спасибо. Я думаю, вырываясь, 오� 손 creку, главное не уберите. Я ты pulенешь парни, ветером Герой, chocolates, arp dei череды, я не нагрел Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok И вот Арджуна не готов сражаться и он приводит аргументы, почему он не должен сражаться и в следующий день будем слушать то, что Кришна отвечает. И вот Кришна будет его отчитывать и стыдить, что ты к шатре должен исполнять свои обязанности. Если ты не будешь исполнять свои обязанности, это проблема, это дарма для тебя, но это дарма, аютха. Ты не будешь с ними сражаться незаконно, это они с собой незаконно сражаются, поэтому что в этом плохого. И вот в следующий день мы ответы Кришны на эти вопросы Арджуны будем слушать, и это будет также описанием Варна Шамадарма. То, что должен делать, и с помощью этого знания мы можем построить нашу духовную жизнь. Конечно, если особую милость мы получим, как Горки Шорда с Бабуджи Макарадж, он обрел все знания, но это отдельный случай совершенно. Вопрос Арджуна, когда не хотел сражаться, но сейчас... В общем, ответ на вопрос, поскольку люди не хотят следовать Варна Шамадарме, все проблемы возникают. Возникают из-за этого, из-за смешения касты и прочее. Большая проблема сейчас Кришна хочет сделать все научно, но люди беспокойные, не следуют правилам и предписаниям, поэтому мы страдаем от этого. Да? И вот, когда Кришна был отправлен в Гурукулу, то после этого Кришна в Матхуру, потом в Двараку, то можно вспомнить через долгое количество времени, может, этот предмет Судама Випра старый уже стал друг Кришны, он хотел получить Даршан лотосных стоп, Кришна подправился туда. Но Кришна говорит, и Судама Випра также говорит, и вот Кришна говорит, И женился ли ты? Я думаю, что уже женился. Нашел ли достойную жену? Садриши. Садриши на соскрытие. Жена, но подходящая. Если эта жена не подходящая, то это плохо. Не гнивайтесь на меня, я могу научно доказать, если вы общество организуете. А, то есть Махрас в дальнейшем ведет пример научного применения всех принципов Дайва Варнашама. Да? Блюда, в оттепи, не оттепи. Третья принимает. Следите, посижу, что я не могу сказать? Садриши.